Здесь будет всё, будут и слёзы, будет свадьба, которая будет сыграна прямо на фабрике звёзд. Неожиданные номинации, будет одно громкое спасение. Действительно, это был очень яркий участник. Антон Зацепин совершенно петь не умел. И столько до неё выгонят талантливейших ребят. Мы не знали, откуда её уже оттаскивать и что с ней делать. И у них случится секс прямо в прямом эфире на Первом канале. Он не захочет он дальше больше, дальше больше этот замок осаждать. Вот, и там будет такая драма. На этой фабрике не будет живого звука вообще. Сразу забегая вперёд, я скажу, что Ратмир трагически погиб. И на фабрику он пришёл, уже находясь в длительной ремиссии. То есть это уже был человек, который чуть не помер до этого от наркотиков. И ну что здесь можно добавить, друзья? Не бухайте, колитесь. Фриковатый образ спившейся богемы. Поёшь, поёшь, восемь раз припев, потом тыщ модуляций. Он выбегает голый Тимати и кричит, забей, забей. Шестой отчётный концерт. Номинанты Настя Кочеткова, Юра Титов и Иван Бреусов. Дубцова, Ларина и Олекса втроём поют трек «Контрасты», который написал Игорь Крутой. Мне кажется, это неплохая штука. Да, возможно, это было некой отсылкой к Шульгину в третьем сезоне, который пытался какие-то рок-оперы писать, что-то такое тоже миксовать, как мог. Но у Крутого это получилось более логично, более попсово, более понятно. Мне кажется, вообще главная фишка Крутого в том, что он умеет создать понятный продукт, какой-то такой, за который не будет стыдно. Здесь он замиксовал народные напевы с джазом. И, не знаю, мне очень нравился этот трек ещё тогда, в мои там 8-9 лет, и нравится и по-прежнему сейчас. Конечно, здесь почти всё вытягивает, наверное, Дубцова, ну и Ларина, соответственно, Олекса. Конечно, Олекса так или иначе будет вообще во всех самых крупных номерах, я думаю, потому что так хотели её родители. У неё будут вообще дуэты со всякими там крупными звёздами, типа Киркорова, Меладзе, она будет везде, её будет всегда очень много, и это логично. Ещё раз, трек контраста мне нравится, мне нравится вот эта партия на фону, которая играет крутой, и вообще это всё станет тоже неким таким лейтмотивом всей фабрики Звёзд 4. Так или иначе, постоянно этот трек будет припоминаться, упоминаться и так далее. Во мне он вызывает очень тёплые чувства, потому что, во-первых, а. я люблю фолк, б. я люблю джаз. Дальше Олекса выступает с Иракли. Именно при записи этого дуэта и была сделана та легендарная видеозапись, где Олекса ноет, плачет, хнычет и отказывается петь. Надо просто начать петь и всё. Саш, ну давай всё-таки попробуем. Ты совершенно не хочешь петь эту песню, да? Абсолютно? Я просто не могу её петь вообще. Сань, вот послушай меня. Вот нам нужна именно ты в этом номере, понимаешь? Я не могу петь такие песни. И лирические люблю, а то не люблю. Нет, она достаточно лирическая. Просто она идёт в таком темпе, как бы, танцевальном. А потом ты молодая, красивая девочка, юная совершенно. Ты же не сможешь всё время петь одни и те же медляки, правильно? Нужно и такие вещи тоже уметь петь. Саш. Нам нужно её. Нужно петь. Саш, понимаешь? Вот послушай, я тебе объясню. У нас совершенно практически интерес в данном случае. Ну, ради Лины, что ли? Ради нас, вот тех, кто сидит здесь. Я тебя очень прошу. Может быть никогда, может быть навсегда. Есть, да? Да. Есть, Саша. Всё. Спасибо. Но перейдём к номерам номинантов. Юра Титов исполняет просто хитяру четвёртого сезона песню «Понарошку». Всё о любви и мне так обидно. Автор крутой. Песня, как я уже сказала, хит. Песня хорошая. Мне кажется, она идеально подходит под его такой бархатный тембр голоса. Я не знаю, у Крутого она уже была в запасе или он её писал под Юру, но звёзды здесь максимально сошлись, потому что получилось прям вот перфект. Очень хорошо держится, на него прям интересно смотреть, очень уверенно ведёт себя на сцене, мне это в нём нравится. И что хочется здесь заметить? Мне на самом деле очень жаль, что Юра Титов после «Фабрики» пропал со сцены, и так и не получилось у него как-то вот реализоваться. При этом он приходил на различные музыкальные проекты, много где участвовал, в голос его, например, не взяли. Также он был в проекте «Главная сцена». Ну, то есть, так или иначе, он где-то мелькает, но всё время как-то вот не получается. Складывается ощущение, что его как будто бы подсливают. И я насчёт этого читала много разной информации, почему так вышло. Кто-то считает, что он просто там кому-то не дал, грубо говоря. Кто-то говорит, что он там как-то крутого подставил, что он за его спиной там какие-то левые концерты давал. Я не знаю, насколько достоверна эта информация, но я думаю, что очевиден тот факт, что какой-то конфликт был. Неважно на какой почве, неважно с кем, но конфликт был, и явно, что Юру прям вот, ну, прямым текстом слили из шоу-бизнеса. Жаль, потому что парень действительно талантливый, с интересным тембром, с хорошей подачей. Песня «Понарошку», как я уже сказала, она настолько ему подходит, настолько это его песня, что представить в исполнении кого-либо другого я не могу. Но Игорь Крутой, как настоящий продюсер, конечно же, все эти годы пытается эту песню как-то реанимировать, потому что она ему принадлежит, а Юра Титов ему больше не принадлежит. И эту песню, например, исполнял Серёжа Лазарев. Также на новой волне её исполнял Артур Пирожков, он же Александр Рева. И вот слушаешь, и всё не то. В исполнении Рева слишком грубо, в исполнении Лазарева слишком сладко. И я понимаю чувство крутого в том плане, что хочется, чтобы эта песня продолжала жить, потому что сейчас, добавив к ней более такой современный саунд, можно получить прям хитяру вообще абсолютную, даже вне времени. Но нет, без голоса Юры эта песня, увы, не звучит. Настя Кочеткова исполняет песню «Мне нужен один ты». Боже, это был просто мой любимый номер. Для меня тогда, для маленькой девочки, всё происходящее на сцене было просто каким-то потрясением. Песню написал Доминик Джокер. Собственно, после этого уже окончательно появилась группа «Банда». С ней вместе выступал Джокер, Тимоти и Ратмир. Моё детское сердечко реально не выдерживало всего этого накала. Там прям такая песня с сюжетом, такой красивый номер. Они, значит, с Джокером через стенку стоят и, значит, щупают эту стенку и что-то друг другу поют. И такой текст. Ох, просто вообще супер. Снова одет, как мафиози из девяностых. Джокер хорошо пишет. У Насти прекрасный тембр. Если представить, вот абстрагироваться и представить, что этот трек на английском языке, то будет очень даже, это будет очень по-европейски звучать. У меня прям в мозг впечатался этот номер со стеной и Джокером. Ой, мне так было, серьёзно, ребят, так было приятно всё это пересматривать, окунуться в своё детство опять. Такие вообще позитивные эмоции я испытывала, пока готовила этот выпуск. Я очень надеюсь, что многие из вас испытают такие же эмоции, как и я. Ну и третий номинант Иван Бреусов. Он поёт свою авторскую песню, которую он сам написал. Называется она «Сердце скажи». Он поёт её и подыгрывает себе на рояле. Неплохо, но, конечно же, по сравнению с предыдущими ребятами слабо. Он неплохо поёт, он написал неплохую песню, всё хорошо. Но мне кажется, знаете, в чём проблема Ивана Бреусова? Его проблема в том, что у него абсолютно такой же типаж, как и у Ратмира Шишкова. Они даже похоже поют, они, блин, одинаково выглядят. Я первое время их реально путала постоянно издалека. И я не понимаю, как так получилось, что два одинаковых типажа попали вот в один проект. Это какой-то, мне кажется, был косяк. Но очевидно, что в этой битве типажей Иван проиграл. Потому что у Ратмира харизмы было намного больше, у него сразу очень много фанатов появилось. Поэтому, видимо, его и решили слить, потому что уже был Ратмир. Второй Ратмир был не нужен. Зрители спасают Юру Титова, команда с огромным отрывом спасает Настю. При этом Лина Арифульна рыдает, когда уходит Бреусов. Потому что мы увидимся и будем тусить, и будем выступать вместе. Я вас всех люблю. Но я, с вашего позволения, все-таки оторву Ваню от вашего сердца, потому что есть педагоги. Есть педагоги, с которыми необходимо попрощаться их ученику. Седьмой отчетный концерт. Номинанты Надежда Егошина, Ксения Ларина снова и Антон Зацепин. В этот раз у нас бенефис Игоря Николаева, и все поют песни Николаева. Выступает дочка Николаева, которая поет, типа, свою авторскую песню «Белая мечта». Вместе с ней ее поет Стас Пьеха. Это потом тоже станет таким легендарным номером. Все будут там как-то шиперить их, представляешь, что между ними роман. Вот, кстати, я не знаю, как это еще сложилось в дальнейшем, карьера Юлии Николаевой, или после вот этой песни как бы все и заглохло. В принципе, эта песня неплохая. Я помню, что она реально из каждого утюга играла. Ну, такая очень подростковая, очень в духе времени. Чурикова делала акцент на том, что Юля прям вот сама сочинила все. И музыку, и слова. Типа, вот какая молодец дочка талантливого композитора. Поют хорошо Стас Пьеха лапает Юлю, папа тревожно на это смотрит из-под лобья. Но вообще песня, как мне кажется, очень похожа, знаете, на что? Он на свет моей любви, белая мечта, любой девчонки, свет моей любви. Не знаю, мне кажется, очень похожа. Номера номинантов. Антон Зацепин поет легендарный тоже уже трек нашумевший под названием «Ниже ростом». Эту песню написал Николаев. И с этой песней связан большой скандал. Почему? Потому что слова там следующие в припеве. «Ниже ростом только губен», «О», «Е», «Только дело не в размере», «О», «Е». В общем, сейчас, в последние годы, губен ходит по разным программам, по разному интервью и заявляет, что это была некая травля со стороны Николаева. Написать такую песню, исполнить ее на первом канале, заложить вот это вот в массы, в мозги масс, вот, что ему это было ужасно неприятно, что ему до сих пор это неприятно, бла-бла-бла. В честь этого, если вы зайдете в комментарии под видео, где Антон Зацепин исполнит эту песню, там куча хейта и дизлайков, все пишут, как вам не стыдно. Но, я вот не знаю, честно, понимаете, какая история, на следующем концерте придет Губин, или через концерт, ну, короче, будет момент, когда придет Губин, и он будет петь дуэтом с Антоном Зацепиным. И они с ним обнимутся, и Губин скажет, вот мне пообещали, что я в Олимпийском вместе с Антоном Зацепиным спою ту самую песню про «Ниже ростом». И вот они, еще две звезды, Антон Зацепин и Андрей Губин, исполнитель многих хитов. Антон Зацепин, исполнитель пока что одного собственного хита, ну, вы понимаете. Мне обещали, что мы споем вместе, Игорь Яковлевич, спасибо. Ту самую песню? Ту самую песню, на том самом празднике. Окей, я думаю... Я думаю, этот праздник имеется в виду наш финальный концерт в спорткомплексе Олимпийский. Но в Олимпийском в итоге Антон Зацепин будет петь один. Возможно, из-за этого Губин так сильно обиделся в итоге, но потому что... Я к чему это говорю? К тому, что тогда в моменте я не увидела, что Губина это задело, потому что он пришел туда, на фабрику, и пел вместе с Антоном. И реально заявлял о том, что он хочет вместе с ним спеть песню «Ниже ростом». Но теперь он рассказывает совсем другое. Короче, мы с вами, наверное, никогда не узнаем правды. Мне кажется, что в этой ситуации бессмысленно травить Антона Зацепина, потому что он, конечно же, был просто марионеткой, который пел то, что ему дают. Ему дали сольную песню. Он юный исполнитель, который пришел на фабрику звезд заявлять о себе на всю страну. Он был реально абсолютно неблатной. Он приехал из Комунара, как там все шутили, Комунар – столица мира. Глупо, глупо в этой ситуации его в чем-то обвинять. Как он мог отказаться? Надежда Егошина исполняет песню «Кому какое дело». Собственно, потом эта песня будет достаточно популярна уже под ее псевдонимом «Ангина». Да и кому такое дело? Я любила, я летела, пробежала, потеряла, опоздала, ла-ла-ла. Автор дробуш, песня реально будет долго греметь отовсюду. Мне кажется, что эта песня немножко все-таки запоздала. То есть она такая больше в стиле 90-х. Это было очень в духе, как мне кажется, группы, как они назывались. Демо, например. Вот да, что-то такое. Акула, певица была. Вот это вот все куда-то вот туда. Ксюша Ларина исполняет песню «Пузырьки и лимонады», которую написали Крутой и Сикачева. Хорошая такая очень милая песня, мелодичная. Я помню, что она мне очень нравилась. Вот, кстати, чем мне еще нравится Крутой и все вот эти ребята, и тоже и Николаев, черт бы с ним. Тем, что они все-таки умеют писать мелодичные песни, которые привязываются. Это то, чего, то умение, которого не было все-таки у моего любимого Шульгина. Вот опять я даже здесь придираюсь к Шульгину, простите. Если мы их всех сравниваем, то, например, Фадеев, он такой типа альтернативщик своего времени. Он писал что-то такое прям совсем за гранью, да, тогда. Эти ребята все, Николаев, Крутой, Дробыш и Жесни, писали такую коммерческую, хорошую попсу, которую хавает пипл. А Шульгин писал, ну, что-то совсем вне. То есть это и не альтернатива, и не коммерция, это просто что-то непостижимое. Но возвращаясь к пузырькам «Лимонада», я помню, что мне она очень нравилась. Я помню прям, папа, ты будешь смотреть это видео, ты помнишь, как мы с тобой ее постоянно пели. Я вот помню, мы с тобой в машине ее вечно пели по радио. Ой, прям детство вспоминается, школа. Прилипчивая, короче, песня такая. Я, знаете, вот пока смотрела этот сезон, именно вот здесь я поймала себя на мысли, какой он все-таки вылизанный, прилизанный и коммерческий. Что я имею в виду? Давайте вспомним, что было в первом, когда был Игорь Матвиенко. Какой трэш там происходил. То есть, что-то кто-то выходил, что-то непонятное пел. Юля Бужилова, которая просто там зажигала со своими треками, типа, я гуляю с собачкой и так далее. Матвиенко, который мог в какой-то момент встать и сказать, ребята, вот это все полная хрень, я совершил ошибку, я объединил вас в группу, но это отвратно. Все, что вы делаете, отвратно. Я все переделываю заново. То есть, был какой-то такой вот эффект неожиданности, был элемент искренности. Здесь, конечно, такого не будет. Здесь прям вот все очень четко, очень правильно, очень идеально. Что логично, потому что, как бы, пришли крутые дяди, которые сразу сказали, так, никакого живого звука, никакого балагана, вот вам 50 тысяч песен, которые всем подойдут и всем зайдут, и которые раскрутятся на радио. И все. И типажи какие были интересные, тоже подобранные, да, такие попсовенькие. Ну, в общем, да. С одной стороны, здорово, а с другой стороны, как-то грустно, не хватает вот этой искренности. Там все-таки была душа, а здесь такой конвейер. В итоге, зрители спасают Антона Зацепина, команда спасает, конечно же, Ксюшу Ларину. И Гошина уходит, Дубцова рыдает, все рыдают, и потом такой какой-то тупой момент. Чурикова подходит к Игошине и такая, ну, ты же не умела петь, а тут научилась, да? И Гошина такая, ну да. И Чурикова такая, да, да, все же слышали, она научилась петь, молодец. Надя, ты уже прожила на фабрике полтора месяца, ты научилась петь, скажи честно? Да. И я слышала, и вы слышали, научилась! Чего? В смысле научилась, что за хрень? Грустный, грустный уход, на самом деле, потому что после Дубцовой начали там плакать все, все рыдают. Мне кажется, это первая такая потеря для них была значимая, потому что до этого уходили чуваки, на которых всем было им немножко пофигу, потому что они не успели как бы к ним привыкнуть. А тут уже восьмой отчетный концерт. Номинанты Тимати снова, Виктория Богославская и Евгения Волконская. Приходит она, моя любимая группа, как вы думаете, какая Дюна? Сарказм, потому что потом многие мне пишут, что ну ты же говорила, что Дюна твоя любимая группа. Ну короче, вы знаете мою любовь к группе Дюна, в этот раз они выступают с Зацепиным, и в этот раз, блин, они выступают под фанеру. Ах ты ж, чертов, коммерческий четвертый сезон, ты портишь все. А где Кадышева с ростовыми фигурами? Где? А где танец-коробочка от Рыбина? Вот где, конечно, больше всего чувствуется отсутствие души. Под фанеру Рыбин даже кажется адекватным. Так неинтересно. А как же пивной поп? Где это все? Где? Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш любимый дом. В этот раз приз в зрительском голосовании для победителя, это потусить, побухать на теплоходе с Рыбином. И какое совпадение выигрывает Зацепин, который только что с ним выступил. И побеждает второй раз в своей жизни Антон Зацепин! Потому что они пилоты! Вдруг выступает Ларина и Титов. И у них дуэт. Песня называется «Фонари». Авторы Крутой и Николаев. Я помню, что тоже мне очень нравилась эта песня. Очень мелодичная, классная. Между ними прям как будто бы разыгрывают такую любовь. Женя Волконская нервно кусает губы. А здесь все такое милое-милое. Ксюша Ларина такая хорошая. Я не знаю, что это такое было и к чему, и зачем. Видимо, чтобы как-то подогреть интерес к публике. После того, как у Титова с Волконской явно был разрыв. Может быть, ради этого. Я не знаю, потому что я слабо верю в то, что там была какая-то любовь. Но факт остается фактом. Песенку им написали симпатичную. Давай не будем наставаться до заях. Пока не гаснут фонари. Фонари, звезды на земле. Неожиданно на фабрику приезжает Кен Хэнсли и поет со Стасом Пьехой. Песню July Morning. Фанерочка, конечно же, но голоса прям красиво сочетаются. Мне понравилось. Номера номинантов. Вика Богославская поет песню Не вернуть, не забыть. Не вернуть и не забыть тебя мне никогда, никогда, никогда. Одели ее почему-то как учительницу начальных классов. Песня так себе, не запоминающаяся совсем, я думаю, неспроста. Женя Волконская выходит страдать. Она поет песню Ничего не обещал, которую написал Дробыш. Дробыш ее аккомпанирует. И песня как бы является обращением к Юре Титову, который действительно ничего не обещал, попользовался бедной девочкой и все. И уже он с Ксюшей обнимается вовсю и про фонари поет. На заднем фоне, пока Женя поет, на экране они пустили видеоряд с лицом Юры Титову. Просто исключительно, как он думает, как он лежит, как он смотрит туда, смотрит сюда. Не забуду тебя никогда, мою боль успокоен когда. И в ночной тишине только во сне, ты прикоснешься ко мне. Тимати поет будущую нетленочку «Плачут небеса». Это будет его короночка, его визитная карточка. Написал, конечно же, Джокер эту песню. Он с ним на сцене, и Ратмир там, и Алекса там потом выйдет. «Плачут небеса о любви и мечте. Плачут небеса о тебе, о тебе». Алекса снова сидит с печальным лицом, и, собственно, в этой песне звучит строчка. В ответ ему на главный вопрос написала «Я тебя люблю лепестками роз». То есть, понимаете, да, кем это было вдохновлено. В ответ ему на главный вопрос написала «Я тебя люблю лепестками роз». Волконскую спасают зрители. Неожиданно между ней и Тимати разница всего лишь в 1%. Разница в 1% между Тимати и Евгенией Волконской. Ну, а команда, конечно же, спасает Тимати. Богославская, на мой взгляд, совершенно безликая участница. Я не понимаю, как она тоже так долго дотянула. А Алекса, когда дает Тимати звезду, признается ему в любви. Срывающимся этим своим детским голосочком. Какая милота. Тим, я тебя очень люблю. Я тебе ее отдам звезду. Ладно, для кого-то хэппи-инт. А кто-то уходит с фабрики звезд. Девятый отчетный концерт. Номинанты. Стас Пьеха. Это его единственная, кстати, номинация. Ратмир Шишков и Ира Дубцова. Пипец, какая кровожадная номинация. На самом деле, получилось просто. Вот здесь сказать, кто уйдет, просто невозможно. Но все это разрешится, конечно, очень интересно. Дальше давайте смотреть. И вы не поверите, в этом выпуске снова случается живое выступление. Второе и последнее за этот сезон. Кто же это? Это Розенбаум и опять Ира Дубцова. Внимание, то есть за всю фабрику вживую поет только Ира Дубцова. Поют они песню «Ау». Поют, кстати, неплохо. Номер хороший получился. Ну, в припеве там еще все фабрикаты сзади стоят подпевают. Мне правда понравилось. Мне кажется, что очень так получилось. То есть, искренне. Больше особо каких-то интересных дуэтов в этом выпуске не было. Поэтому мы с вами сразу перейдем к номерам номинантов. Ратмир Шишков поет очень классную песню. Называется «Она не любишь». Написал ее Джокер. Любимая у Ратмира. Очень нежная. Такая, знаете, вот одна из тех, что засела у меня в голове на многие-многие-многие годы. И я очень часто ее вспоминаю и напиваю в разных ситуациях. Такая она клевая. Мне нравится, что она тоже такая ренбишная. Такая она тянущая. Мне хочется прямо ее напевать. Каждый раз плачу, когда смотрю это выступление. Так жалко, конечно, мальчика. Просто кошмар. Ира Дубцова поет песню «Безответная любовь». Ну, на мой взгляд, так себе по сравнению с «О нем», которую она написала. Мне кажется, что такая песня подошла бы Пугачевой, а не Ире Дубцовой. Но как бы ладно. Она отработала ее хорошо, спела хорошо, вытянула все. Как бы эмоционально она ее хорошо сыграла. В конце выступления Яна Чурикова заявляет, что в зале сейчас Ира находится твой молодой человек, и он хочет тебе кое-что сказать. А ее молодой человек, как я уже вам говорила, это Роман Чернецов, солист группы «Плазма». Ну, в общем, он встает и делает Ире предложение. О, Боже. Ира. Я догадываюсь. Ира, я прошу стать тебя моей женой. Я тебя очень люблю. Не дотерпел трех недель до финала проекта. Ир, у тебя есть белое платье, практически подвенечное. Ответа! Сдейте сейчас! Я согласна. Чем бы ни завершилась для тебя эта номинация, у нас есть свадебный подарок. Пожелание, вот твое. Вот что бы ты хотела, чтобы произошло в твоей жизни, кроме того, что уже произошло? Наш свадебный подарок. Если я останусь, я хочу, чтобы свадьба была прямо на фабрике. О, Боже. И на этой счастливой ноте выходит петь Стас Пьеха. Свою тоже нетленочку, песню «Одна звезда». Мне кажется, что до сих пор почти все помнят его именно по этой песне. А на небе одна всего звезда, я ее для тебя достать смогу. Музыку написал Дробыш. Песня неплохая, и вообще как бы, если без шуток, то у Стаса очень красивый тембр, низкий, такой богатый, классный. И, насколько я знаю, он вживую очень хорошо работает у него, кстати, я не знаю, как сейчас. У него в его команде музыкантов вместе с ним играл пианист, которого я очень хорошо знаю лично. Который играл также в моем проекте, с которым мы выступали на презентации моего альбома и так далее, и так далее, и так далее. И, насколько я помню, он был очень доволен работой со Стасом, он ему энергетически очень нравился, и как музыкант. Ну, в общем, такая инсайдерская инфа прямо вот из-под меня. Так, ну, по зрительскому голосованию. Зрители спасают Стаса Пьеху. Ну, конечно, мальчик симпатичный, там девочки все вешались, письма ему писали. Команда спасает Ратмира Шишкова, и Ира Дубцова, получается, должна уйти. Но вдруг, но вдруг встает Игорь Крутой. Да, у меня есть шанс защитить одного исполнителя за эту фабрику. Я хочу отдать этот шанс Ире Дубцовой. Можно комментарий. То, что сейчас произошло, предусмотрено правилами проекта. Музыкальный продюсер имеет право вето. Он может спасти одного уходящего. И то, что этот шанс использован относительно Ирины Дубцовой, я считаю, это не случайно. Талантливые люди не должны вот так вот просто уходить. Они остаются! Да, вот у Иры денек-то выдался. Блин, ну в смысле? Ну как она должна была уйти после всего этого? После того, как ей делают предложение, она такая заявляет, что хочет справлять свадьбу на фабрике, а ее еще и выгонят. Ну просто класс. В итоге, короче, насколько я знаю, я читала это в дневнике редактора, Крутой полностью оплатит им свадьбу, купит ей платье, все дела, все будет оплачено им. И там, значит, и на какой-то яхте его лично они все поплывут. Сразу забегая вперед, насколько я знаю, в этом браке у них родится ребенок, но, к сожалению, через какое-то время они разведутся. Редактор субтитров А.Семкин Десятый отчетный концерт. Номинанты Юра Титов, Доминик Джокер и Тимоти. Вот это, да, тоже такая, конечно, номинация жесткая. Номинировали сразу двух чуваков из банды. А с ними еще и Юра Титов, по которому так сохнут телезрительницы. В общем, непросто. В этом выпуске случается тоже нетленный номер, про который просто нельзя не сказать. Это дуэт Антона Зацепина и Кадышевой, и поют они песню «Широка река». Это просто, это культовая вещь. Благодаря этому номеру эта песня в итоге просто вознеслась во все чарты, несколько раз взяла золотой граммофон, но полюбили ее именно в дуэте с Антоном Зацепиным. Вот интересно, да, как это сыграло, кто, интересно, додумался до этого, потому что взять изначально безголосого, плохо поющего Антона Зацепина, поставить его в сложную вокальную песню с Кадышевой, вытянуть его, выучить, научить, подтянуть, записать хорошо и сделать такой чувственный номер. И какой получился интересный контраст. Народная исполнительница, грузная такая женщина в годах Кадышева, и с ней стоит Зацепин с проколотым языком, в каких-то штанах, с этими белыми волосами, но при этом как здорово звучит. Капзон поет My Way, Фрэнка Синатра в этом выпуске, и, кстати, поет очень круто, если бы, конечно, не акцент, и вот эти все Much More and This, было вообще отлично, но акцент можно ему простить, вокально звучит круто. Вместе с ним поет Стас Пьеха. Звучит неплохо, конечно, но до Кабзона не дотягивает. Друзья, я совсем забыла, но в этом выпуске снова живой звук. Это B2, и как вы думаете, кто с ними поет вживую? Ира Дубцова, да, в третий раз опять она. Поют они песню «Теряю голову», очень классно звучит. Дубцова, конечно, умница просто, а песня какая, блин, я вообще про нее забыла, такая классная, такая чувственная, тягучая, очень красивый номер, прям... Очень милый дуэт также случается в этом выпуске, а именно Ксюша Ларина и ее сестра Маша Ржевская. Крутой написал им песню, которая называется «Ты – это я», и вот они там обнимаются мило, и сзади на экране транслируются видосы из их детства, и песня про сестринство непосредственно, очень дроготенна, я думаю, что все, у кого есть сестры, обязательно пустили слезинку. Вот у меня есть сестра, и я тоже слезинку пустила, честно вам скажу. Не бывают же совпадения, на двоих один день рождения, и живем вот так вместе празднуя, только мальчики снятся разные... Переходим к номерам номинантов. Юра Титов поет песню «Поцелуй меня», которую написали Крутой и Сикачева. Ну, это, конечно, не понарошку, что уж говорить. Внешне напоминает Коула из «Зачарованных». Джокер поет песню «Ты нужна мне». Красивая такая баллада, хорошая. «Рим-Париж» мне лично понравилась больше, но это чисто вкусовщина. Номер такой странноватый, там на рояле ему сначала типа подыгрывают Волочкова, потом начинают плясать, там ноги закидывать. Ну, окей, не знаю, что здесь сказать. «Ты нужна мне», «Ты нужна мне», «Как ночь луне, как ветер облака», «Ты нужна мне», «Ты так нужна мне». Тимати поет песню «О боже», которую написал вместе с Джокером. На сцене такое мини-гетто устроили. Тимати связали веревками и бьют его типа. Ну, не знаю, мне кажется, вот из всех трех это прям самый слабый номер. Не зацепила, и вообще, мне кажется, вот эта номинация получилась какая-то очень слабенькая по сравнению со всем, что было раньше. В итоге Юру Титова спасают зрителя, конечно же, потому что у Юры очень много было поклонниц тогда. А Тимати и Джокер набирают одинаковое количество голосов от команды, и, соответственно, в этой ситуации решение принимает спасенный телезрителями участника Юра Титов. Юра Титов реально в шоке, по нему видно, что он абсолютно точно не понимает, за кого ему голосовать. На него начинают давить фанатки, которые кричат из зала «Кто что?». Кто-то кричит «Тимати», кто-то «Джокер», но в основном, кстати, все кричали «Тимати», как мне кажется. Но я думаю, что это из-за того, что всем очень хотелось, чтобы Ромео и Джульетта остались вместе. «Тима! Тима! 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 Тима!» Я попрошу зал успокоиться. Простите, пожалуйста. Юра, Сима, наверное, я не знаю. И, к сожалению, Доминик уходит. Лина Арифулина снова плачет, все плачут. Это действительно первый такой очень тяжелый уход для проекта. Но по инсайдерской информации из дневника редактора я знаю, что на самом деле никуда Доминик не ушел. Он переехал на другой этаж и просто продолжал писать песни и аранжировки участникам. Не знаю, правда, заплатили ему за это или нет, так же, как и сама редактор не знает. Но сидел он там просто денно и ночно и работал над песнями ребят. 11-й отчетный концерт. Опять достаточно жесткая кровожадная номинация. Ратмир Шишков в третий раз, Олекса и Настя Кочеткова снова пытаются, короче, до конца разрушить банду. Один участник ушел, теперь, видимо, пытаются избавиться от Ратмира. У Ратмира в этом выпуске получился очень неплохой дуэт с Дианой Гурцкой. Очень красиво, как мне показалось, у них сливались голоса, так как-то очень трогательно получилось, нежно. Мне так хочется мне, мне так хочется быть с тобой. Приезжает французский Квазимода из французской постановки Гару и вместе с ним Макарский, Света Светикова, который просто в платье ходит туда-сюда по сцене, пока не поет. И Юра Титов. Очень интересный номер, потому что Гару поет вживую, а все остальные поют под фанеру. Это, конечно, смешно. Юра неплохо звучит здесь, но, как мне кажется, просто он не совсем подходит в эту всю историю, поэтому мне как-то сложно здесь оценивать, если честно. Он не запорол, все как бы нормально, хоть и под фанерочку, да. Ни его песня, ни его номер, ни его история абсолютно. Номера номинантов. Ратмир Шишков поет песню «Ты для меня одна», которую, конечно же, написал Доминик. Хорошая РНБ-песенка, с которой отлично справился Ратмир. Мне кажется, это тоже одна из таких его короночек. После песни «Ты меня не любишь». Очень хороший номер, на мой взгляд. Алекса поет свою очередную нетленочку, написанную крутым «Где же ты?». Господи, мне кажется, эта песня просто въелась мне в мозг откуда-то с детства. Я уже говорила, но я еще раз повторюсь, что в детстве я не очень любила Алекса, но при этом все эти песни, как ни крути, оставались где-то на подкорке и до сих пор там живут. На эту песню ей, по-моему, даже потом сняли клип. Я прям помню, где она такая трогательная, милая девочка сидела там, что-то смотрела в окно, и там Тимати, естественно, ходила. Настя Кочеткова выступает с песней «Мама, я люблю тебя», которую написал Николаев. Николаев играет на рояле. Во втором куплете к ней неожиданно присоединяется ушедший на прошлой неделе Доминик Джокер. Он выходит из зала и поет второй куплет вместе с ней припев. «Мама, мама, я люблю тебя, мама, я люблю тебя, я люблю тебя, мама». Песня классная. Она, кстати, вот тоже из той категории песен бесконечных, которые можно петь до посинения, просто крутить, крутить, крутить этот припев, пока все просто уже не сдохнут от бессилия. «Все бы хорошо», слезливый, трогательный припев. Там, естественно, мама Насти Кочетковой рыдала в зале, и все вообще рыдали, все, кто... «Мама» точно рыдали. Вот, но слова в куплете очень странные, я не понимаю, в каком припадке их писал Николаев и к чему вообще был этот сюжет. Сюжет песни как бы в том, что у всех своя личная жизнь, и что, дружок, это нормально, что твоя мама нашла себе, точнее, получается, тебе, нового папу. Для меня это как-то странно, мне кажется, что такой милый припев можно было в куплетах обыграть несколько иначе, но они вот решили вот такую историю показать почему-то. Зрители спасают Алексу, и она явно этому не рада, потому что у нее опять такое печальное лицо. Она вообще, конечно, такая миссис уныния. И вот она стоит такая печальная, и в тот момент, когда Чурикова радостно кричит, что зрители ее спасли, по губам легко можно прочитать, что Алекса говорит «Блин». «Алексу спасли!» «47%! Это почти половина, понимаешь?» «Телезрители всей страны...» Когда ее просят поблагодарить зрителей за то, что они ее спасли, она это делает опять же таким тоном и таким лицом, как будто ее сейчас расстреляют через 3 минуты. «Я считаю, что просто так оставлять голосовавших за тебя. Ты не можешь, скажи им! Что-нибудь хорошее!» «Спасибо большое!» Настя Кочелкова остается, Ратмир уходит. Зрители очень расстроены, слышно, как они кричат «У-у-у-у-у!» Просто гудя от улюлюкают. Вообще, я так проанализировала немножко и поняла, что зрители очень любили реально Алексу, они очень любили Тимати, они в принципе любили банду, очень любили Ратмиру Шишкова. Это будет, кстати, на концерте в Олимпийском, очень слышно, именно по реакции людей. Но об этом мы поговорим с вами чуть дальше. Так получается, что у Насти Кочетковой звездочек побольше будет. Ну что получается, что Настя Кочеткова спасает команда. Видишь, они тоже не хотят, чтобы ты уходил. Дайте сказать вашему герою. Но реально, как только спасают Настю, аплодисменты такие прям жиденькие. Ну а мы с вами подобрались к полуфиналу. Я по-прежнему не понимаю, как можно было слить таких талантливых ребят, как Доминик и Ратмир, но при этом дотянуть до полуфинала Волконскую, которая заполнилась только тем, что перепихнулась с Юрой Титовым. Для меня это странное достижение. В этот раз очень странная система здесь. В этом выпуске получается три номинанта. Это Ксения Ларина, Антон Зацепин и Волконская. И двое из них останутся со всеми остальными, а кто-то один уйдет. И получается, что будет восемь финалистов. В этом выпуске были малоинтересные дуэты. Не хочется мне даже на них останавливаться. Дубцова поет сольную песню «Роман», которую она посвятила своему мужу. Очень все трогательно, очень красиво. Сзади на экране транслируют кадры с их свадьбы. Такой очень действительно хороший тоже номер получился. Я любила тебя, сотворение мира. Я любила тебя, столько жизней подряд. Бесконечно любила, я любила тебя. Номера номинантов. Зацепин исполняет сольную песню книжки о любви. Автор песни Николаев. Песня станет тоже хитом. Я помню, что Зацепину на нее даже снимут клип. Достаточно идиотский. Я помню, там будет такой типа в образе Евгения Онегина. Ну, так себе все это немножко дешево будет выглядеть. Но песня неплохая, как мне кажется. И он достаточно хорошо с ней справился. Хорошо ее спел, он как-то и прочувствовал. Вот Зацепин – это реально тот самый ярчайший пример, как легко можно выехать на одной только харизме, не умея толком ничего. Для меня это всегда такая удивительная магия, что ты можешь быть охренительным певцом, ты можешь владеть всеми техниками на свете, но при этом ты стоишь как глыба, совершенно неинтересная, безликая, и все, и ты никогда в жизни особо ничего и не добьешься. А можно быть вот таким вот чуваком с огоньком, классно двигаться, чувствовать себя комфортно, нести себя изначально как звезду и быть звездой. Вот, кстати, у меня была такая проблема, особенно когда я только-только начинала учиться вокалу профессионально. Ну, у меня была там музыкальная школа, хор, а потом уже я начала именно с преподавателем заниматься, я пошла в джазовое училище. И мне было тогда 15 лет, и у меня была такая проблема, что я очень сильно, когда пела, зацикливалась на технике именно. То есть я не могла расслабиться, я не могла почувствовать вот этот кураж, этот драйв на сцене, я стояла вся такая зажатая, в ужасе, и только и думала о том, какую следующую ноту мне спеть, как мне в нее попасть. И в итоге все это получалось очень жалко на самом деле. И у меня была тогда подружка, которая вместе со мной там училась, и вот она как раз-таки могла спеть грязно, могла спеть не точно, могла забыть слова, могла что-то там проорать. Но она настолько была харизматичная, настолько она была пробивная, настолько она выходила просто вот с таким лицом на все эти экзамены по вокалу, как будто просто к ним приехала Селин Дион, что она все время получала пятерки, а мне ставили более низкие оценки. Я помню, как моя учительница по вокалу чуть ли не трясла меня тогда за плечи, и говорила, господи, Люба, сложай, господи, просто возьми и сложай, но сделай это искренне. Мне кажется, это хороший совет всем начинающим вокалистам. Конечно, петь чисто очень важно, но если это идет в ущерб тому, как вы себя ощущаете на сцене, лучше на это подзабить, и главное все-таки действительно поймать какой-то вот этот кураж и получать кайф в моменте, когда вы поете. Ксения Ларина почему-то поет не какую-то авторскую написанную для нее песню, а поет кавер на песню «Жетем» Лары Фабиан, и, кстати, поет ее очень здорово. Еще раз хочется мне подчеркнуть, что у Ксюши действительно классный, сильный, хороший голос, и, опять же, конечно, если сравнивать это с Ларой Фабиан, наверное, это будет не слишком корректно, потому что Лара Фабиан легенда. И, конечно же, так как спела эту песню Лара Фабиан, никто не сможет ее спеть, но Ксюша для своего возраста, для своих данных, как мне кажется, еще раз спела ее просто замечательно, и все высокие нотки вытянуло красиво, и звук был очень хороший. А вот Волконская поет сольную песню, написанную Дробышем, называется она «Моя любовь». Мне песня не очень понравилась, песня чисто в стиле Валерии, как будто бы она где-то завалялась, и Валерия так до нее не добралась, и вот ее кинули на фабрику Волконской. Какие-то очень смешанные впечатления у меня остались от этой песенки. Про любовь, о которой так давно мечтал, я тебе свою. Всю любовь, сколько можешь ты себе забрать, я тебе дарю. В итоге из этой тройки оставляют Зацепина и Ксюшу Ларину, слава тебе, Господи, Волконская уходит. Если бы она прошла в финал, а вместо нее выгнали бы Зацепина или Ларину, я бы просто бы не вынесла, мне кажется, я бы просто выключила и не стала бы дальше смотреть. В конце там выступает Таркан, неожиданно, и я вдруг поймала себя на мысли, что я не отличаю внешне Таркана и Авраама Руссо. Я почему-то, когда без звука так пролистывала номера, я подумала, что это Авраам Руссо, но нет, это Таркан. Ну что ж, мы с вами подобрались к финалу, и у нас, как я уже сказала, восемь финалистов. Это Антон Зацепин, это Ксения Ларина, это Ира Дубцова, Стас Пьеха, Олекса, Тимати, Настя Кочеткова и Юра Титов. Дальше схема как бы простая, зрителям нужно голосовать, посылать смс-ки, и тот, кто наберет больше всего голосов, тот и победил. Финал, как всегда, идет 4 часа, в Олимпийском, Олимпийский полный. Мне кажется, эта фабрика была реально одна из самых популярных, и такого количества фанатов, наверное, даже у предыдущих сезонов не было. Особо здесь, опять же, я ничего выделить не могу, потому что, как вы знаете, в финале просто прогоняют все номера, вообще все, которые были на фабрике, и все дуэты со звездами, и все сольники, вот просто вот все, что было. И заново как бы все это вспоминать не хочется. Я для себя отметила, что Тимати в песне «Плачут небеса» очень эффектно летал, в этот раз, над залом, Аки Ангел. Своим неверимым глазам миллионы раз. У Алекса почему-то не хватает ногтей на пальцах. Обитая причина — это боль. Ну а дальше мы переходим уже, собственно, к победителям. Третье место занимает барабанная дробь Стас Пьеха. И вот такой примечательный момент, когда его объявляют победителем, особо даже никто не хлопал, реально. То есть, зал настолько сухо на это реагировал, мне кажется, это очень показательная такая штука. И Пьеха награждается первая возможность создания записи, продюсирования и выпуска альбома. Я буду ждать этого альбома. И вы тоже! Съемка видеоклипа. Ему дарят запись альбома, съемку клипа, и дальше Дробыш объявляет мотоцикл, и крупным планом показывает какой-то просто мопед, просто табуретку какую-то. Я так проживала над этим, мотоцикл. А вот стоит мотоцикл. Прямо на мотоцикле Станислав Пьеха отправляется в свое звездное будущее. Второе место занимает Зацепин. Его уже теплее как-то так принимают, на мой взгляд. Получает Зацепин на дом! Он также получает запись альбома, съемку двух клипов. Ты награждаешься продюсированием, записью и выходом целого сольного альбома! Ты награжаешься съемкой двух видеоклипов! И Пежо. Серьезно, это вам не мопед. Где-то там справа тебя ждет новенький автомобиль Пежо! Новенькая красненькая Пежо! Зацепин, кстати, потом еще много чего накуролесит и почему-то вот эту машину, которую ему подарили, взорвут. При невыясненных обстоятельствах возле его дома или возле дома его друга эта машина вдруг взорвется. Вот такая трагическая судьба у тачки. Ну а первое место занимает Ира Дубцова. Я прошу дать на экран этот портрет человека, который которая будет носить на себе золото фабричной победы! И она получает запись сольного альбома, съемку трех клипов, возможность выступить и представлять Россию в Юрмале на новой волне. И также ей дарят Пежо Кабриолес, чтобы, цитирую, на этом Пежо она до Юрмала бы и добралась. Ну а до Юрмала надо доехать с ветерком, поэтому автомобиль Пежо Кабриолет Ирина Дубцова. И дальше начинается какое-то месиво. В какой-то момент начинают подарки дарить всем остальным. Дарят запись альбома и клип Алексе. Продюсирование с записью и выпуском альбома награждается Алекса! 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 Юра Титов тоже получает запись альбома и клип. Продюсированием выпуском и записью альбома и видеоклипом так же, как и Алекса награждается Юрий Титов. Ксения Ларина получает специальный приз микрофон. Ксения Ларина награждается специальным призом профессиональный микрофон. Ксюша Ларина! И также альбом и клип получает сразу вся группа банда. И вот посмотрите, как здесь их встречали зрители. Продюсированием, записью и выпуском альбома и одним видеоклипом награждена банда! Что, короче, я думаю? Я думаю, что в этой фабрике слишком много было проплаченного, купленного и вообще не пойми чего. Было какое-то месиво и в какой-то момент они поняли, что они просто не понимают кого делать победителем, потому что мы уже не можем честно выбрать победителя. И они просто наугад натыкали типа так, ну пусть будет третье место Пьеха, потому что он симпатичный и от него фанатели девочки. На второе место ставим Зацепина, потому что он такой яркий, классный, круто себя проявил. А на первое место ставим Иру Дубцову, потому что она максимально положительный персонаж, она написала клёвый хит на фабрике, у неё была свадьба, то есть она была самая такая коммерчески интересная, скажем так. И дальше всем просто ещё и заодно раздают все те же самые подарки, по сути, что и финалистам, ну кроме там мотоциклов и машин. По мне, конечно, если бы всё было по-честному, то наверняка в тройку бы вошёл Ратмир Шишков или кто-то из банды, Алекса. Как бы я к ней не относилась в плане вокала, но Алекса была очень популярна тогда среди девочек, это был просто настоящий бум, помешательство, явление. Ира Дубцова мне очень нравится. И для меня с какой-то профессиональной точки зрения, с точки зрения вокалиста, она, конечно, заслуженно победила, потому что она единственная, кто пела вживую, да, вспоминаем, она действительно талантливая девочка. Но мне кажется, что если бы всё-таки во внимание приняли реальное голосование и проанализировали бы все рейтинги, то вряд ли бы вот эта тройка была бы вот такой, какой она получилась. А ещё, в принципе, с этим финалом и с победителями связана интересная история, которая гласит, что изначально тройка победителей выглядела совсем иначе. Якобы в олимпийском в гримерке фабрикантов висел список, и в этом списке также были указаны победители. Согласно тому списку, третье место должна была занять Олекса, второе место Стас Пьеха и первое место Ира Дубцова. Но в последний момент всё внезапно переиграли, и в принципе это даже видно по тому, как Стас Пьеха явно был в шоке, когда его назвали третьим, и Антон Зацепин явно не ожидал. То есть было какое-то замешательство, и всё реально как будто бы пошло не по плану. Вроде как Игорь Крутой испугался, что если Олекса займёт призовое место, то это повредит проекта, потому что она была блатная, и все это понимали, и вот в последнюю секунду фактически её из победителей убрали. Стаса Пьеху сдвинули на третье место, видимо, опять же, из тех соображений, что он из звёздной семьи, и на второе место ставит такого парня из народа Антона Зацепина из Комунара, а на первое место всем полюбившуюся положительную девочку Иру Дубцову. Ну что, друзья, я на этом сегодня всё-таки этот выпуск завершаю. Если возвращаться к тому, кто же, по моему мнению, должен был победить, я бы, если честно, наверное, прямо на первое место поставила бы банду, потому что каждый из них многое сделало на проекте, потому что Доминик писал всем, потому что это было ярко, потому что это было интересно. Нельзя сказать, что их обделили, потому что им всё-таки подарили тогда запись альбома, также и клипы, поэтому что ещё, собственно, хотелось желать? Но меня прям вот не покидало ощущение, что Доминика в какой-то момент прям вот слили, как будто бы прижали его как-то. Будет всё-таки ещё одно видео по этой теме, я сниму вам выпуск про участников, про то, что с ними стало сейчас, чем они занимаются. Я всех очень сильно люблю, целую, я надеюсь, что у вас всё хорошо. Пожалуйста, пишите мне в комментариях всё, что вы думаете по поводу сегодняшнего выпуска, делитесь своими эмоциями, своими ностальгическими воспоминаниями, напишите обязательно, какая песня из этого сезона ваша самая любимая, вот, потому что у меня их очень много, даже сложно как-то выделить одну, ибо хороший сезон, хороший, действительно, яркий, действительно, такой прям запоминающийся, вот. До встречи в следующих видео, впереди вторая часть про участников, а также я уже смотрю пятый сезон, который не менее интересен. Ещё раз крепко-крепко-крепко всех обнимаю и до встречи в следующих видео. Пока!